Снова здорово, мои господа, в связи Роман-канал Фрисенгеймс. Мы продолжаем с вами картинки. Закончили мы на том, что попали, значит, в перестрелку наши главные персонажи, в ловушку, я бы даже сказал. После чего была граната, завал, и, к сожалению, один из наших отсоединился от всех остальных. Отпучковался, я бы даже сказал. Ну, хорошо, пойдем. Посмотрим, исследуем местность, область и прочую хероту. Так, аккуратненько, я слышал какие-то неприятные звуки. И все-таки я до конца пока не могу понять, все-таки эти монстрики это демоны, либо это все-таки вампиряки. Ну, просто есть что-то в них общее. Хотя я ни разу не видел, чтобы они кровь пили, хотя это, может, не обязательно. Или, может, просто не показывали. Что-то, что-то, в смысле. Опа! Слышь, слышь. Плехо. Ник. В той стороне сидит демон. А, это Салим. Мы можем одолеть, но только вместе. Как летучие мыши ждут звук. Они слышат, они нападают. А, это эхолокация. Я и думаю, что что-то знакомое. Их слабое место, это солнечный свет. Как любое существо, их можно убить колом в сердце. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Ну, не уплохо, с английским. Работаем вместе. Окей? Но, тем не менее, выражается весьма и весьма понятно. Его можно убить. Ты обойди его по флангу и отвлеки внимание. Я прикончу. Я готов. Давай. А, чё, да? Вот так просто? Мстительность? А при чём тут мстительность? Мы выжить пытаемся. При чём тут мстительность вообще? Тихо. Ох, сейчас звук будет. Ну, вряд ли произойдёт... Пройдёт всё гладко, очень сомневаюсь. И не из-за того, что я кутае просру, хотя я и кутае могу просрать. А, в принципе, игра, наверное, не позволит. Прямо реально не слышит. Опа. Нет? Да, бляха, да как такое в пещере? Не вы слышите. Чё-то я держу, ничего. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты что в смысле? Бля, убили реально. Бикинг смогли. Нихера себе. Вот только я не понял, зачем надо было стрелять. А вдруг остальные бы прибежали. Не, серьёзно. Зачем надо было стрелять? Чтобы привлечь его внимание, так он и так нападал со спины. Ну, они, в принципе, зашли за спину же вроде как. Ну, так и пили бы в спину. Я не понял этого. Да что за ебанина такая? Эти твари тут везде. Никогда я не встречал подобных чудовищ. Чего? Как думаешь, кто эти твари? Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Ты не веришь в демонов? Спросил бы ты меня вчера, я бы тебе в лицо рассмеялся. А сейчас? Тоже рассмеюсь. В шумерских мифах души мёртвых отправлялись глубоко под землю в дом праха. Питались там глиной, и их мучили демоны подземного мира. Даже представить такое не могу. Как ты? Я в такое не верил. Но глянем вокруг. Глянем, где мы и что мы увидели. Мы в ловушке в шумерском храме. Так. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Армия Ирака. Это... Это за что? Какой хуй? За... Какой хуй? Ястребу-3, как слышно? Слышу тебя хорошо. Он сказал сухой хуй. Вижу вас, ещё чуть-чуть. Я рядом, приём. Идём к тебе. Ты бы сказал, чтобы не стреляли там? Твоим друзьям лучше не дурить. Блядь, они, наверное, его не тронут. Слушай, доверься мне. Тебя не тронут. Блядь, если они его сейчас убьют, это будет фейл. Просто эпик фейл. За что он трубу зацепил? Мне до сих пор интересно. Брось оружие, живо! Уберите от меня автоматы. Вы все. Так, погодите. Всем успокоиться. Он нам не враг. Я не хочу тебе вреда. Не совершай ошибку, солдат. Опусти оружие сейчас же. Нет. Да в смысле нет? Давай сначала ты. Брось оружие, или мы стреляем. Ты слышал? Живо бросай оружие! Я слишком далеко зашёл, чтобы умереть. Да оба опустите, да и всё. Блядь, сейчас убьют его, нахуй. Ладно. Всё. Нет смысла воевать. Фух, блядь, хоть у кого-то есть мозг, блядь. Американцы тупые, сука. Ну, не все, а вот именно этот. Это ничего не изменит. Я так и останусь в аду. Не искушай. Пошёл вон. Возвращаемся в храм. Вяжи его. Будет дёргаться. Стреляй. После всего, что было... Удружил. Ну, я просто почему сказал ему прячься, потому что вот представь, он спрятался, мы бы опять разделились. И как бы он, в принципе, после этого один бы существовал. Но вчетвером-то всё равно шансов выжить больше. Но связывать его, конечно, нельзя. Позже. А никто чё молчит? План накрылся. Чтобы не случилось с Джоуи, он мёртв. И неизвестно, сколько тут этих тварей. Думаю, надо вернуться в храм. Отдохнуть. По-моему, это лучший план за день. Это единственный план за день, разве нет? Куда? Куда? Зачем? Что ты делаешь? Непонятно. А, наверное, провести типа вскрытие, да? Посмотреть, может, слабые уязвимые места. Или вообще, в принципе, изучить врага. Ну, это да. Опа, водится. Ну, либо пойло. Тут не ясно. Чайный гриб. Как хочешь. Расскажи всё, что знаешь об этих существах. Ты их уже видел? Знаешь, откуда они? Сколько их внизу? Надеюсь, ты веруешь, брат. Когда монстры вернутся, тебе понадобится защита высших сил. Это чё? Это полковник Эрик Кинг. А, ёб твоё мать, диктофон, что ли? Главный инженер-ядерщик иракской разведгруппы. Мой приказ отыскать здесь химоружие. Отряд обнаружил нечто странное. Всё, прикинь, пальцы пошевелятся. О, весело будет. Я начинаю скрутение неопознанной формы жизни. Чёрт вонёт. Зачем? А-а-а. Заваливают проходы. Последний. Это затормозит их. Успеем их на камерах засечь. Затормозить нихера себе. Да там, по идее, не пройти. А, нет, там сверху дырка. Ага. Почему они столько камер набрали? Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в жопе. Но не такой глубокой. Если придётся сражаться, я рад, что рядом будешь ты. Я тебя всегда прикрою, друг. Как же я не верю тебе, а? Он же такая мразь. Такая скользкая скотина. Нихера себе. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Угу. С демонами так вообще потрясно. Не эти люди войну начали. Ммм. Да ты защищаешь врага, сержант? Мы оба в курсе, что не все они враги. Бля, Джейсон. Это из-за той девки на капе? Чёрт, Ник, ну сколько можно? Мы думали, у неё бомба. А это была сумка с продуктами. Пиздец. Гибель девчонки тебя сильно задела. Да, именно так оно и есть. А тебя разве нет? Рэкбист к главному ястребу. Как у вас? Приём. А подожди, мы тут чувство выясняем. Гибель девчонки 2.1. На камерах чисто, дыры заделали. Приём. Прекрасно. Теперь осмотрите восточный коридор. Приём. Вас понял. Конец связи. Смысл этих камер, если он в них не смотрит особо. Посмотрел, отвернулся. По идее, устанавливая видеонаблюдение, там нужен жёсткий мониторинг. Если нет детектора движения. Две ноги, крылья. Перепонки крыльев крепятся к передним конечностям и пальцам рук. Эпидермис смазан какими-то выделениями, кажется. Внутри оно словно больно. После смерти оно быстро разлагается. Рогбист, это главный ястреб 2.1. Мы у восточного прохода. Приём. Вижу вас. Чёрт. Этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые. Хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда. И пробиться. Могут. А почему нельзя вернуться к тому месту, где они сюда упали? Там же высота, на самом деле, не такая большая. Просто стоять и кричать. Выйти на связь по рации. Там будет прямая связь с землёй. Сейчас нету, потому что они глубоко находятся. Но там-то наверняка будет связь. А, это я. Ну, там, конечно, есть ещё опасность такая, как иракские солдаты. Но если с Салимом договориться... Хотя Салим хули, он ничего не решает. Чё выйдет? Ближе к аду я ещё не был. И не будешь. Хотя, моими руками, может, и попадёшь. Не понял. Подожди, не понял, не понял. То есть, если взорвётся динамит, то она погибнет? С её осколком прошибёт? Бляха, что-то это нехорошее. Жертвенная яма. Типа, глубину проверил? Ебать, как некрасиво, конечно. Опа. Нихуя, это за что ей так? Бля, кол прям в сердце забыл. Они могут при... И... А-а-а! Они им, видимо, наверное, заражают, чтобы, типа, тоже становились новыми. Полагаю, это были не твари. Но кто? Не знаю. Баффи? Кто? Может, заберём его? Охотница на вампиров. Острый кол в хозяйстве пригодится, так? Конечно. Острый кол, длинный хуй, всё как положено. Так. Воняло смертью, а вокруг валялись привлекать мух. Кроу считает, что сюда после ограбления. Мне жаль этих несчастных скитальцев. Какой страх они должны были... Должно быть испытывали, это не то, что он хотел нам показать. Неземной. Когда Мэри спросила, что это, Брэдшоу дала знак Кроу, и тот достал динамит. Она сказала, что намерена это выяснить. Проделав дыру в скале, мы обнаружили врата в странный подземный мир. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права. И Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахт. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? О-о-о. Нам надо больше солнечного света. Они здесь нашли что-то странное. Да, реально. Так, подожди, я откуда пришел? Там ничего нигде нет? Не, ну мало ли. Бляха, заблудился. Чего это? Говно. Что там? Это не говно. Ничего, чтобы нам пригодилось. Мне сейчас даже на драгоценности короны насрать. А я бы взял. Не, ну не из-за жадности, а вдруг пригодится. Класс. Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Ставлю заряды. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Давай. Эти твари коварные уебки. Ты прав. Разместим заряды ближе к стенам. Ладно. Застанем их врасплох. Ну. Растяжки у нас уже есть. Что? Что опять начинается? Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Опять что ли? Бля, ты о чем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Меня тоже надоел уже. Ты знаешь, что КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро. Принять решение. Но мы ошиблись. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдания. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Значит, не будем жить с этим. Логично же. А я мутился, Рэйчел. Ты что, шутишь? Три недели. Вообще, неси ни о чем. Готово. Подожди, а мы отсюда заходили? Главный ястреб 2-1. Мы на лестнице, ведущий вниз в лабиринт. Ждем приказа. Прием. Вас понял. Отступайте и оцепите периметр. Конец связи. Закрепи ту камеру и пойдем назад. А, это Рэйчел, да. Мне кажется, это не ее кровь. Ну, просто, если бы это была бы ее кровь, она бы уже умерла от потери просто-напросто. Ого, высота. Ну, что ж, она упала, то что 200 футов и... Хоть бы хрен. Эрик! Эрик! Ну да, поори еще. Льба, вот это месиво, конечно. Выбора не было. Ник! Джейсон! Опа! Черт! Докричалась, блядь. Я не буду зажигалку использовать. В принципе, и так все видно. Не к добру это. Ахаха! Ой, как не к добру. И по центру я не пойду. Чет. Так. Пропуск? Что это? Какая-то идентификационная карточка. И что мне с ней делать? Не ясно. Они еще и плавают под водой нехило так. Ого. Так. Допустим. Не пропустить бы ничего полезного. Так, не, пошел я отсюда. Не нравится мне здесь. Да и полезного я ничего не вижу пока что. Что за... Что за... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сучок. Деревянный. Давай только тихохонько. Очень тихохонько. А по голове зачем... А, по фонарику. Что? Кость? И что с этой костью? Ой, да ладно. Какой нахуй факел? Из чего? Она измазана вся в грязи, в кровище. Как оно должно гореть? Серьезно. На каком основании оно... Блядь, какой же тупизм. Ну, чтобы горело, нужно же масло какое-то, горючее. Ну, горючее тоже оно прогорит быстро. Масло, по идее. Опа. Так, и что? Бляха, ну, пока не ясно. Вообще ничего не ясно. Так. Что это за свет? Опа. С одной стороны, вот эта вот эхолокация это прикольная штука. С другой стороны, они каждый раз себя выдают как раз таки этой эхолокацией. А для хищника это, конечно, хреновенько. Так, слюна. Мы собрали в пробирку черную слюну и спасти существа у извлеченного из кокона. У всех, кто понюхал это вещество, наблюдалось учащенное сердцебиение. Они испытывали сильное чувство страха. Некоторые сообщили, что странные нарушения о странных нарушениях зрения, таких как изменение и измененное восприятие цвета. Мы попытались получить дополнительные образцы слюны с места нападения на мы. Запах был настолько сильным, что для сбора потребовались респираторы. Рекомендуем всегда использовать маски при работе с образцами, чтобы избежать их воздействия. Ощущение похоже на действия грибов? Псилоцибин? Короче, я понял. Если слюна попадает, то все, там, в организм, то все, ты тоже превращаешься. Обесвечивание зрения, да? То все, это моментально, ты уже все, вампир. Ну, это вампиры, походу. Хреново, конечно. Видно же, что же за нами плывет. Непонятно, почему не нападают. Опа. Здравствуйте. а что тут горит я понять не могу продукты жизнедеятельности ебать бежим а ты как мысли здрасте они же еще в начале похитили у существа мощные когти и клыки и загрубелый неопознанные ткани два резца сильно деформированы и обесцвечены выглядит инородно окружающее существо мембрана берет начало у него во рту кровь ни на что не похоже теперь посмотрю на жидкости под ультрафиолетом о это хорошая идея ультрафиолет это аналог солнца ты упустил шанс да но дело в том что демона не любит солнечный свет так что ты лучше поаккуратней с этой лампе я сказал тихо да-да стоять а ведь предупреждали вот он вроде военный да но при этом инженер у него мост должен быть весьма неплохой это опять глюки какие-то здрасте не ходи туда ну куда ты поперся за счет чего вот эти вот все глюки видения они ж не могут издавать такие звуки притворяться ну менять силуэты как за счет чего это все вроде ведет наружу вдруг сможем подключить радио и послать соц попробую шансов мало мы даже не знаем есть ли наверху работающий передатчик куда-то же эти провода идут куда-то жена пашут ну похоже просто зацепились что-то мне не хочет куда-то я подожди стой а нихуя себе да скинь его нахуй внизу и все боже мой ебать опа 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 вот это зря конечно ой зря с одной лапой конечно всем не справится ой 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 что сейчас будет все твары пиртого твари приперебегут а как это выжило шевелись здесь опасно не ясно а может просто и цапнули и поэтому ее не трогают ну типа превратили хотя она вроде как нормально джоуи убили она джоуи вроде раньше убили джоуи вообще до поверхности убили знала что ты дерусь да я тоже что это было не знаю но она здесь не одну где ты была одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать блять и это еще мягко сказано меня спасло чудо ты с ученым говоришь чудес не бывает лучше скажи спасибо за помощь я благодарна спасибо по хуям здесь ты пряталась оружие есть я не мешаю мне нужны батарейки для фонаря могла бы и спросить что не пришло в голову так то да это же вообще-то мои личные шмотки хераси вот это наглость сильно болит да потерпишь сильно можешь не дергаться до этого не болела как только спросили сразу заболела сильно пиздец я тебе рада ну пожалуй я тебе тоже ну может будем съебывать я видела такое в домах пастухов они явно давно живут в этой долине хуяся она короной больна все 500 500 есть путь но нам не по зубам не влезем зацепиться не за что найдем способ как знала что ты так скажешь я ходила на альпинизм я нас вытащу ходила на альпинизм и ходила в горы это разная вещь немножко что тебя насмешило это не место а пиздец нам всем пиздец у нас нет шансов не смешно так не надо мне этого я выберусь если тоже хочешь не отставай оптимистичненько ну тут конечно да хуй поспоришь только наверное чтобы лезть надо было сначала обтереть ноги руки от всяких жидкостей чтобы не было скольжения здрасте а это вообще какие-то римские сандали не понял а а а а а а и а а ты как сейчас минуту ладно не умрём это не точно ох ну и вид у тебя Вот, спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьёзно, всё хорошо? Отлично. Только тупее вопроса я в своей жизни не слышала. Что, решила устроить мне бойкот? Аааа. Сейчас лучше сосредоточиться на выживании. Понятно, почему тебя зовут Альфа, сукой. А главное, ты даже не видишь. Чего? Чего не вижу? Ты от всех закрыта. Вокруг тебя каменная стена. Нет, даже не стена, гора. Так мы в пещере, конечно. Скажи, Рэйчел, за ней хоть есть кто-то живой? Альфа, сука, и быть сложно. Думаешь, я добилась всего улыбкой и добрым словом? А я-то думала, царушникам всё на блюдечки приносят. Блюдечки? Да я жопу рвала. Думаешь, мне есть дело до кличек? Да для меня это сраный знак почёта. Мне столько говна пришлось разгрести, чтобы выйти на этот уровень. Да? Интересно, что за уровень? Во-во. Мы все в жопе. Ну, если честно, это ещё одна куча говна. О, всё, пошло превращение. Блядь. Что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Блядь. Хорошо, я здесь. Обещай, что не бросишь. Бляха, по идее, её надо бы бросить, но чё-то... Чё-то я как-то... Её бы так-то нахуй бы послать, да убить херам. Наверху есть лекарства. Они помогут, но надо спешить. Ага, конечно, помогут. Бля, сожрёт она Рэйчел, походу. Да, с другой стороны, по идее, если она будет превращаться в монстра, у неё будут вот эти вот зацеп, может, силища, и тогда она может... А, тут у неё залезли уже. Нам нужно на ту сторону. Тут нет шансов. Не время сдаваться. Нужно перемахнуть. Верёвка порвётся. Стой! Ну, снова полезем. Ты правда веришь, что лекарства помогут? Держись, мы почти на месте. Ты мне так и не ответила. У тебя нет других шансов. Ну, в принципе, вариантов нет. Не сможем. Ну и шансов нет. Да пизда тебе. Курс изменён. Блядь, давай нет. Что-то мне не нравится это всё. Ой, как не нравится. Иди ты нахуй. Не, не буду. В пизду. Да не жилец она. Какие нахуй лекарства? Ничего тут не поможет. С другой стороны, зачем я ей давал надежду? Вообще, что-то непонятное. Мне кажется, если бы я её притащил, то тут бы точно война бы началась. Опять же, её можно было бы использовать как живой факел, просто связать и в случае необходимости ультрафиолетом чпеньки, всё. Не вижу, что лезут, но слышу. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Приём. Пока развлекаются без нас, я спокоен. На камерах внутри ничего. Приём. Не зевай. А нафига он один стоит на стрёме? Поставил камеру и всё, и уходи. Какой? В смысле? Да? А так просто? Блядь. Сука, на пассивке я подобрёт. Так, ладно. Давай мы тогда на этом, наверное, закончим. Продолжим уже в следующий раз. Так что, если интересно, то обязательно подписывайся на YouTube-канал, на Telegram-канал, на Boosty. Пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. Субтитры сделал DimaTorzok